На всероссийском конкурсе «Ученик года» староскольская лицеистка Анастасия Колодько стала лучшей в номинации «Доброволец года». И едва получив награду из Саратова, где проходил финал, десятиклассница сразу же отправилась в Липецк еще на один конкурс. И там тоже победа. Оптимистичная, искренняя, любознательная, неравнодушная. Такая она, Настя из третьего лицея. Она, безусловно, лидер. Она у нас трудяшка. Она и учится достаточно хорошо. Настя очень творческая, амбициозная, успешная, веселая. Она заряд энергии, позитива. Но вместе с тем, безусловно, волнительные моменты присутствовали в ребенке. И она отчасти не верила в себя, сомневалась. Для сомнений причины были. На финал конкурса «Ученик года» в Саратов приехали 150 школьников из 41 региона. Несмотря на дружескую атмосферу, поясняет наставник Насти Анна Жданова, конкуренция сильнейшая. Анастасия Колодько, ученица 10-го А-класса, была единственным представителем Белгородской области. Конкурс проходил по семи различным номинациям. В данной номинации было 17 человек. И Анастасия заняла победное первое место. О конкурсе «Ученик года» воспоминания у Насти самые позитивные. Хотя все пронеслось, словно в тумане, признается десятиклассница. Ребята, с которыми я работала, очень крутые. Очень многие из них победители с российского конкурса «Большая перемена». И вот я просто девочка со старого оскола приехала. И так получилось, что я выиграла. Я сама до конца не осознавала. Особенно, когда ведущий говорил, вручается. Анастасия. А нас две Насти было в номинации. Я уже толкаю следующую Настю. Говорю, так, все, иди, иди. А вот получилось, что я. И я как-то даже не рассчитывала. Я не оставила себе место под кубок в чемодане. Я сразу села назад как-то на награждение. Думаю, ну, а что. Я вот в мерча пришла, никак не вырежалась. В общем, это был шок определенный. Но приятный шок. Конкурсы в жизни Насти в последнее время явление частое. Словно лицеистка торопится объять необъятное. Везде успеть. Признается, ей интересно многое. Сама находит темы. Сама создает проекты. Прямо сейчас с ребятами работаем. У нас инклюзивная волонтерская студия. Мы снимаем сериалы с ребятами с ОВЗ. Я пишу сценарий. И по ним мы снимаем уже непосредственно фильмы небольшие. С этим фильмом потом будем ездить по разным городам, по разным школам и показывать их. Вот. Это как один из моих социальных проектов. На самом деле их было довольно много. Еще в 22-м году мы с моим другом снимали сериал про школьные проблемы. И после этого я подумала, что... Ну, сериал всем очень понравился. И я подумала, что, возможно, было бы круто снять сериал про другие проблемы нашего общества. Настя считает, что многими успехами обязана играм КВН. В КВН учат, во-первых, чтобы мозг работал по-другому. Не как у обычных людей. То есть, когда мы пишем шутку, нам же нужно ассоциации, вот третий ряд ассоциаций, нам нужно его затронуть. И таким образом развивается такое интересное инверсивное мышление, можно сказать. В планах у Анастасии побывать на международном форуме «Мы вместе», отучиться на факультете муниципального управления и окунуться в молодежную политику. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Станислав Васюдин, 9 канал.